здравствуйте друзья мы снова вместе я надеюсь что запись идет и мы сейчас окажемся в удивительном мире давайте попробуем так 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 и так вот это мой это называется гостевая книга в этой гостевой книге я разместил удивительную ссылку удивительно потому что с одной стороны казалось бы ну подумай середички мои абрикосы по другой стороны ведь они родились буквально на голом месте и так вначале то что я преподношу как сенсацию открываю поехали добрый день подписчики зрители моего канала приветствую васильяк тоже приехали 24 июля 2022 года и хочу показать плоды сеянцев о которых уже шла речь сеянцы абрикоса патриарх я хочу справка сеянцы абрикоса патриарх это название придумал я вот он у меня появился 35 лет назад 37 лет назад родители этого родители вот данном случае это где-то правнуки про правнуки вот и почему я назвал патриарх потому что он обладает исключительными свойствами супермародостоек его потомки культурнее его но это мы все еще с вами поговорим а пока продолжим послушаем человека который продолжает моего дела то есть посмотрим на деле как выглядит игра косточки вот это вот прям совсем дикой дикой тут у нас ревни ураганный ветер сбила вон там какой урожай лежит но он не бьется такой достаточно транспортабельный но сейчас этот уважай соберу кучу мы посмотрим и сейчас перейдем ко второму семьюница патриарха вот его тут уже так я остановил трансляцию объяснить что такое транспортабельный этот термин я не говорю что я первый приду на транспортабельность понятно она касается любого овощи любого фрукта одни сразу начинают портиться другие могут полежать и примитивное слово к транспортабельный к моим сорта формам именно к моим я все время подчеркиваете сразу кушать а эти не просто полежат их можно посылать по всей стране вот и уважаемый человек из воронежа применил именно вот этот самый этот самый термин транспортабельный вот и дальше птицы клюют значит сладкий тот не клюют а этот вот сейчас мы его тоже снимем с дерева на ветке держится хорошо так почему получилось что наверняка я ему высылал как правило высылают партиями 10 20 30 вот естественно я не стараюсь их разнообразить как повезет я убедился в одном в этом каждом десятке вот они лежали эти две два плодика рядышком вот друг дружкой буквально рядом вот сейчас ясно что родители общие все общее а результаты то есть когда приходит время как превращаться им саженцы а саженцы начинают плодоносить результаты получать совершенно разные а почему а подчеркиваю у него несколько родителей это невероятно смесь невероятная смесь невероятные результаты и на данный момент если все что он говорит правда о основании верить этому человеку нельзя не верить то получается что это пока лучший результат из моих из потомка моих сеянцев внимание смотрим дальше видели два дерева а за то разное ничего нету сейчас еще берем извесим посмотрим так ну вот собрал два разных сеянца одинаково сорта патриарх вот это ну весь птицы поклевали он очень крупный очень крупный и вот его собрать из таких же косточек мелкий ну это косточка настолько свободно что гремит внутри так опять мой комментарий дать почему потому что ближе всех к нему к этому патриарху к огромному дереву рекордсменному российскому в этом году он дал где-то около 35 ведер но это даже не лучший результат так а его супругом главным считается так как ближе всех находится это абрикос амур а как раз у амура косточка то и гремит а теперь а вот вот это никогда не гремяло а теперь смотрите что получилось не знаю слышно нет сейчас посмотрим какой вкус косточка очень свободно отделяется у мелкого это большое сейчас посмотрим если вы знали каким оскорблением я был подвергнут когда мне это неудобно 20 раз цитировать просто на память у железово смешанный сад подразумевается что там и культурная перемешку плодоносят и цветут вместе с этим же манджурцами с потомкой манджурцам а значит цитирую вот это ложь то что вы из косточек вырастут культурная это ложь и мошенничество а у меня получилось наоборот не то что культурную дают культурную у меня отдельная папка я кучу фильмов показывал по всей россии разошлись и везде культурную пусть поменьше родители уже не 100 100 грамм а допустим 50 грамм 70 грамм пусть 40 грамм но культурная а дикари вот они любуйтесь вот пришлось с серьезными людьми дискутировать победить в этой дискуссии но уже на втором этапе гробовая тишина и мои куски не говорю да пожалуйста я больше вырастите убедитесь что никакие не дикари в ответ такая тишина такая знаете даже чувствую как она не просто тишина к этому злобная тишина а из одних этих же косточки то есть тут косточки пристает мне когда ну попробуем сейчас на вкус ну ка Вась ты будешь пробовать да точно будешь ну что как на вкус суховатый суховатый и горчинка и горчинка а вот это совсем другой вкус абсолютно с одного дерева ну да небольшая горчинка все таки есть но этот сочный и совсем другой вкус что там насчет дикарей а ну если взять вот этот вот он совсем почти сухой ну преимущество в чем в том что на сухофрукты можно посужить горчинки вообще даже не чувствуется это прям горчинка хорошо чувствуется я просто укусила после того и поэтому мне показалось что горчинка есть кислота присутствует кислота присутствует это и есть часть транспортабельности пока кислота будет срабатываться превращаться уже в глюкозу постепенно в это время он переедет за 100 километров за тысячу или полежит в холодильнике вот ничего плохого который послаще сразу есть который с кислинкой полежит а компот и соки варенье с кислинкой лучше вкуснее это я железом говорю выходе с украины до сих пор не могу есть там были сладкие жардели меня закармливали а с тех пор не могу терпеть чисто сладкие эти уж такие роскоши эти королевские академики фаины это такая сахар сплошной на них накидываются плоды еще висят на дерево они никуда бывают такие лица пчелы и сосут сосут почему сильно много сахара а есть уже не могу а вот эти вот с кислинкой съем с удовольствием то есть непонятно тут еще дожди неделю христа сейчас вкус может это лада разбавилась ну есть абрикосы хороший вот у этого в сеянцах у крупного вот вода у крупного ну его и птица не зря кривали а эту звесь звесь брось баб звесь звесь рядом лисы вот такая разница бывает идем на рекорд на рекорд сеянца амура ой сеянца ну что думаете сами смотрите сами кто хочет играть с кислинкой пожалуйста ну и всегда будет вот такой вот результат с крупными плодами тут уже колдовы нечет бабушка не надо рассказала анаторы на четверо в какую сторону косточкой стрельнет никогда не известно всем спасибо за внимание до свидания до новых встреч на канале ой слава тебе вот он рекорд для сына подружки вот этот сеянец крупный 54 поздравляю кого себя 54 56 и считайте 57 с кучки чем возьмем оппоненты посравнены там что это представляли какой-то метаург давайте эти половинки взвесим 24 грамма грязные все 26 сейчас еще из кучки что-нибудь возьмем 24 в общем разница налицо все теперь точно до свидания до новых встреч на канале добрый день подписчики и зрители наука ну что приехали значит к сожалению мои оппоненты как только доходит до доказательств имеет наглость писать так нам а это неинтересно доказательства неинтересны и твердо стоят на том что эффективные организации не существует это лошадь мошенничество что в саду железа потомки вырастут в виде дичков из арделии вот вы видели 50-граммовые плоды это что дички это что жардели а девчата из темиря не тому вас учили ну вот с этим все теперь значит что добавить где это все было а тут есть комментарии ой сколько ну-ка снизу Татарстан так ладно это уже детали и зачем в вашей зоне сеть косточки железа молчу дело в том что тут зачем в вашей зоне сеть а почему не сеть результаты видели так ладно игра в косточки как повезет так игрок тем что не полусы но и как подвое дошло который дай как по двое все секунду не смотрел до конца этот фильм который показал и так как по двое отлично придумано конечно так бабушка на 9 сказала по закону это верно кусочками места быть но только действительно вкусный плодов пересевать условно сибиряк Байкалова так Васька как всегда на позитиве Васька наверное это автор этого ролика и к сожалению на данный момент вот его не персиковая зона это значит название его канала найдете его сами если хотите а на данный момент кроме того что он Васька значит Василию я ничего сказать не могу так получилось что этот ролик мне прислали еще раз абрикос-патриарх это абрикос-патриарх это невероятное сочетание морозостойкости вот это дерево которое заняло лидирующую роль во всей России а вообще доказательства нужны а то вдруг я болтун быстренько фото 22 быстренько сюда длинные фильмы я знаю вы не любите давайте смотреть снизу 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 вот это просто часть моего сада это я не смог собрать это не имеет отношения это один из сыновей сейчас найдем найдем я быстро прокомментирую вот найдем 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 это мои персики подумаешь это в теплице это никакой не подвиг те которые у меня не в теплице вот там подвиг вот там подвиг последняя фотография это то что упало с манджурса семнадцатого а до этого было еще так 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 это все на вебинарах я показываю вот ну вот это уже ближе к истине вот они манджурцы еще 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 это питомник Сергея Железова сына вот так выглядят привитые абрикосы на того самого привитых да вот вот это уже слева патриарх это я вас интригую ага вот он патриарх вот это дерево которому скоро 40 лет будет вот его урожай вот и представляете вот эти косточки которым цены нет которые должны быть разосланы а я сейчас делаю официальное заявление я на данный момент собрал 140 банок ну скорее всего 160 я просто поисточник оговорить преуменьшим потому что последний раз не считали так банок трехлитровых и еще не конец вот и получше когда то еще больше на 2-3 десятка и вот это все я бы предназначил бы науке на науке это не надо сотни научных учреждений разослать всем по тысяче косточек можно возродить моментально чтоб не вот так как тот Василий вот которые дают крупные вкусные плоды потомки его но к сожалению это пока на данный момент России не надо вот что есть то есть России не надо хотите со мной связаться но наверное это можно сделать так сейчас 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 это интересно ага вот в самом конце да заказывать можно с помощью денег видите мой телефон привязан к карте вот а можно вот это все мои данные это мой электронный адрес вот вот ниже название сайта сайт уникальный я за него должен был получить Нобелевскую премию но постоянно забываю это вручить а если точно вот если собрать академию наук которая должна меня представить в свое время у меня много открытий именно открытий вот которая могла бы меня представить Нобелевскую премию если взять двадцать главных ученых России дать им пистолеты и сказать или застрелите или вы застрелитесь или представьте за него все двадцать застрелятся но представлять меня не будут ну пока такая картина вот это грустно я заканчиваю раздавал остановить танцы так вот ну вы и и и и и и и и